Итак, потому что мы начали месяц Алол, я чуть-чуть поварить об этом месяце. Перед тем, как мы перейдем в часть Торы, как вы видите, Алол — царь в поле. Чем является поле в Библии? Это мир. Я его покажу чуть позже. А что означает, что царь в поле? Кто знает, что мы должны знать время и сезоны? Когда я спрашиваю в версии, какое сейчас время, какой сезон, да, мы должны знать, но никто не знает. Алол — это время покаяния. Это время, в котором мы находимся. Это когда Бог лично задействует то, что происходит на земле. Он ходит по этому полю, где люди живут. И что он ищет? А как узнает разница между верующим и неверующим? Одно — он ищет плода. Он ищет плода. Кто помнит эту притчу про пшеницу Плевелы? Почитаем Матвея 13, 24-25. И он говорит другую притчу Плевелы, говоря, «Царство Небесное подобно человеку, посеющего доброе семя на поле своем, когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей Плевелы и ушел». Почитаем Матвея 13, 29-30. «Вот слуги, твое хозяин нам говорят, нам вырвать эти Плевелы?» Он говорит, «Нет, конечно, еще не стоит». Это он отвечает, но он сказал, «Нет, чтобы выбирать Плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте раз и вместе то и другое до жатвы». И во время жатвы, я скажу жнеца, «Соберите прежде что плевелы и свяжите их за пыль, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в жатву мою». Какая разница между пшеницей и плевелом в поле? Пшеница и плевел, когда они молодые, они растут вместе, они смосят вверх, но когда жатва, то эта пшеница полна плода, она нагинается, а плевел — это гордый, который стоит ровно и не наклоняется. И вот как они выглядят. Вот это написали, что это злой близнец, который был опасен для людей очень много столетий. Называется «Дармел». Оно вообще ядовитое, но если чуть-чуть, оно может сделать еду чуть... Результат. Оно может даже сделать людей пьяных. Оно влияет на зрение, и как вы говорите. Когда он говорит о пшенице и плевела, этот плевел, они не чисто видят, и они не говорят четко. Мы заметили, что в Матфея 13, 29, 30, он перво собирает плевелы, и потом связывает, и потом сжигает их, а потом убирает пшеницу в житницу. А где житница Божия находится? Когда мы думаем о горе храма, она когда-то была, эта житница, это где в усе я собирал пшеницу. Что я раньше, или первое обслуживание не делился. Вы знаете, что заберутся и нечестивые, и праведники. Постарайтесь понять это. Вы знаете, что будут те, которые пройдут эти испытания. Они все равно будут люди, как мы. Это почему Захария 3 говорит, сели, которые выжили эту скорбь, будут ходить каждый год в этот храм, чтобы служить царю. А если они не делают это, то они получают дождь, и получают эту казнь. Я верю, что Бог заберет этих и нечестивых тоже, и потом заберет эту битву Армагедон, и потом Он возьмет нас тоже, и переведет эту битву Армагедон. И мы истребим это нечестивых, и те, которые останутся, это те, которые нормальные, которые пройдут через это тысячелетнее царство. Прочитаем теперь Иоанна 12, 23, 24. Пришел царь, пославился саду человеческому, и саду говорю вам, если пшеничное зерно по землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то что? Приносит много плода, потому что он начинает принести плод. Кто знает, что вы должны принести плод? Это означает, что вы первые должны умереть, но они не учат первые умереть, они просто хотят принести плод, но не хотят умирать. Иоанна 15, 5, 6. «Я есть маза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня вы не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, изведется вон, как ветвь и засохнет, а такие ветви собирают и бросают огонь, и они сгорают». Это что мы только прочитали. Эти плевелы это люди, которые не приносят плода. И нам надо, конечно, приносить плод, но как нам приносить плод? Матфея 13, 36-38. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом и приступил к нему ученики, и его сказали, изъяснили нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал, Матфея, «Сеющее доброе семя есть кто?» Сын человеческий, Ешиуа. Поле есть, мир, доброе семя, это седа царствия, а плевелы сыны лукавого. Это не физически, это все, которое проводят по этой типе. И мы знаем, что плевел не приносит никакого плода. 1 Иоанна 2, 18-19. Если последнее время, и как... Если это было последнее время, 2000 лет назад, то мы живем в этих последних секундах. И как вы слышали, что придет антихрист. И теперь появилось много антихристов, то мы знаем, что последнее время антихристов вышли от нас, но не были наши. Если бы были наши, то остались бы с нами. Это в то же самом поле плевел, пришли с Руссот вместе, и это также в теле Мессии, что антихрист вместе с нами. Матвей 7, 19-24. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, одно не приносит плод, а другое приносит плохой плод, срубает и бросает огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющее волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне тот день, Господи, Господи». Это одно из самых страшных стихов в Библии. Господь говорит, «Многие скажут мне тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили». И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Что? Как может быть дела беззакония, если вы пророчествуете, если вы изгоняете бесы, бесов, многие чудеса делаете в имя Христа? Как это может быть дела беззакония? Поймите это. Сколько мусульман пророчествуют в имя Христа? Никто. Сколько евреев пророчествует имя Христа? Он говорит про пятидесятников. Он говорит о верующих. Это к кому он обращается. И вам объясняет этот стих чуть-чуть позже. Но здесь он говорит, пророчествовать мое имя, и занять бесов, и делать новые чудеса. это дела беззакония. Но иногда это очень хорошо. Как мы знаем разницу между плевелом и пшеницей? Какую разницу мы знаем между настоящим пророком и лжепророком? Мы знаем, что по делам их узнаем их. И читаем, что происходит. Итак, всякого, кто слушает слова мои, все исполняет их подобию мужа Благоразумного, который построил дом свой на камне. Кто знает, что Бог призвал нас, чтобы мы работали? Что говорит про архитектора, и он строит это прекрасное здание, и потом нанимает людей, и оно выглядит ужасно. Это влияет на как выглядит архитектор. Часть проблема, когда мы делаем все прекрасные дела для своей славы, для его славы, кто создал нас, что когда люди видят нас, они не должны благодарить тебя, они сказать, вау, какой прекрасный вас Бог. И люди, которые делают эти великие дела, они делают, чтобы себя прославить, а не его. Есть заповедь в Библии, которая говорит нам пророчествовать? Нет. Есть заповедь, чтобы занять бесов? Нет. Но люди любят делать то, что им говорится, а они делают то, что им говорится. Они говорят, я не по закону, я не хочу исполнять эти законы. Трозаконие 18.20. Но пророк, который дерзнет говорить моим именем. Кто кто-то, они просто используют его имя, говорят моим именем, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных. Такого пророка предайте смерти. Кто знает, что есть много пророков, которые очень много говорят или пророчествуют, но это не было то, что им бог сказал. Я не знаю, кто выросли пятидесятниками, но я вырос католиком 19 лет, потом я был спасен, и потом это движение пятидесятников 19 лет, и потом я перешел в это движение, но я не забуду, я за Духа Святого. чтобы вы знали, я эти дары и плод я одобряю, но я не за тело, за очень много что мы видим, потому что они действуют в плоти, а не по духу. Это еще был 70-й год, я уже старый. Это была пятидесятническая церковь, микрофон здесь, микрофон там, и люди ходили, и не пророчествовали, или вредили на иных языках, и потом кто-то переводил. Я молодой ребенок, мне только двадцать один, для меня это все новое, и человек уходит и говорит, так говорит Господь, он говорит что-то, на другой стороне кто-то приходит и говорит, так говорит Господь, а то не был я, так говорит Господь. Потом другой выходит, так говорит Господь, это точно Бог говорит. Я сказал, все, я ухожу, потому что я убегаю, потому что Бог кого-то из них накажет. Что удивительно, это мы будем пригодить в песни песней второй части служения, но какое нам повеление дано не только делать работу, но делать его работу, чтобы делать то, что он нам говорит, а не то, что мы хотим делать. Песни песней 7, 11, 12, вот невест завалит вас ему возлюбленному, приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем съелок, поутру пойдем в винограднике, посмотрим, распустились ли виноградные лоза, раскрылись липочки. Смысл этого, это мы должны работать в поле, чего не хватает от жнецов на поле. И переводим часть Торы, это книга судей Шовтим. Это книга всегда мы встречаем первой недели Лула. Это месяц покаяния, потому что мы должны судить себя. Готовы ли мы садь перед царем? Есть Рошащан Йом Капур. Вот это слово Шовтим. Вы видим, это как суд. Кто когда шел на суд? Когда я пошел на суд, это потому что полицейский написал мне тикет, что я ездил. как я ездил. И потом я поел, чтобы сказать, я против то, что произошло с этим полицейским. Итак, быть в суде, это хорошо или плохо, зависит от результата. Но я выиграл. Но я хочу перейти в историю, но не зависим с время. Одно время, когда меня полицейский остановил, я только закончил школу как ездить. И я отвожу эту качельку в мусорницу. Это большая палка, которая выглядела с моей трочка. И надо ставить красный вложок на него. Это меня научили на этой школе. И он дал мне тикет за то, что я не имел это. И это было 75 долларов. И это было назад в 70-х. Я не знал. И он сказал, иди скажи это судью, если ты хочешь. Но были другие, которых я мог победить. И я в суд тоже попадал. В основном это для меня было в хорошую сторону. еврейские слова зависят от корня. Шафат вы видели шафат это судья. Берем это слово шафат добавляем аммэм. Если вы понимаете этот корень, вы понимаете очень много смысла. Кто знает, что есть разные способы мы можем писать на компьютере. Это разные шрифты. Когда Моисей писал первые пять книг, это шрифт, который он использовал. Вы видите, это похоже как на ш, но на еврейском это ты. Это как зубы. Это как шинь, который означает скушать, поглотить. Пень это рот. Это какой-то рот. Ти или тет. Это змея. Что судья делает? Он исцепляет этот рот змеи. Не интересно ли это? Шотер это офицер, как полицейский, который исполняет то, что судья решает. Он исцепляет эту голову змеи. Это что нам надо сделать? Исцеплять голову змеи. мы видим трезаконие 16-18. Видим мы праведность или все зависит от политики? Нам надо настоящая правда, что мы видим в трезаконии 16-18. «Во всех женщинах твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, поставь судей и надзирателей по коленам твоим». Что интересно, мы подумали, что написано, надо поставить себе судей и надзирателей. для себя поставьте себе судей и надзирателей. У нас есть эта дворота, которая в глазах, ушах во рту, и мы отвечаем над нашей жизнью, наблюдаем то, что мы смотрим, то, что мы слышим, то, что мы говорим. Это что вы должны лично взять для себя. Не в обществе, но каждый должен это сделать. Так мы читаем, чтобы они судили народ судом праведным. Ответственность каждого человека, чтобы быть полицейским для себя. Если вы не наблюдаете за собой, полицей поможет вам. Рожа Шана скоро будем праздновать, и мы должны думать, как мы наблюдаем за собой. Если мы читаем Бытие 18.25, судя всей земли, посудит ли неправосудно? Конечно, судя это Бог. Это законе 32.36, но Господь будет судить народ Свой над дробами Своими умом сердце. Деяние 10.40.42, всего Бог воскресил в третий день и дал ему и приводим то, что подчеркнуто, что Бог судей живых и мертвых. У нас есть судя, кто знает, что из чего будет праведный. Ему все равно про политики. 2 Тимофей 4.8, «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судя, день он не только мне, но и всем возлюбивших явления Его». Кто любит Его явления? Кто ненавидит Его явления? Те, которые злые, нечестивцы, они говорят, что не хочет, чтобы он пришел. У меня это таблица. Вот они дают деньги по целу. дают говорит, «Не изручай законы, не смотри на лице, не бери даров, ибо дары ослепают глаза мудрых и обращают дело правых». Проблема, что мы находим сейчас, это, что они берут дары. Его обвинили, что он берет дары. Кто знает, что есть многие, которые попадают, проблемы, потому что они берут эти дары. И кто знает, когда кто-то дает вам дар, вы хотите что-то доброе делать. А если какой-то несчастивый дает вам дар, они стараются как-то хотят приобрести ваше благосклоние, чтобы что-то получить от вас. Самуил был самый великий судья, он был старый, и он поставился на весь судьями над Израильем. Читаем, что происходит 1 Царств 8-3-5, но сыновей его не ходят путями твоими, уклонялись в скорость и брали подарки. И судили превратно. И собрав все старейшие на Израилье, и пришли к Самуилу в раму и сказали, «Вот, ты состарился, а сыновей твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя». И это что Бог огорчило, что они не хотели, чтобы Бог был их царем. Они не хотели этого человеческого царя. Вы должны знать, что праведность это то же самое, как справедливость. В одном версии мы читаем, что праведность вы должны следовать, справедливость вы должны исполнять. Какая разница между искать и исполнять? это одно, когда лев за вами идет, а другое, когда он за вами бежит. Он бежит за вами. Это кто надо за вами бежит. И поэтому надо бежать за справедливостью. Кто знает, что очень тяжело остановить поезд? Это почему Бог хочет, чтобы мы следовали за праведностью. Мы должны бежать за ней. Если мы просто идем за ней, мы можем остановиться, повернуться, пойти в другую сторону. Это когда праведностью и справедливостью нам надо бежать за ней, чтобы мы не повернулись. вот картина, что Бог говорит, Израиль должен делать. Это в Торе написано. Второй законе 12.3. Разрушите жертвы и сокрушите столбы и называется Ашерием или столб, который не строили. И Бог говорит, истребите их, сожжите огнем и разбейте сукан богов и сребите имя от места сего. Не собей себе рощи из каких-либо дерев, прижатеньки Господа Бога Твоего, который ты сделал себе. И не ставь себе слаба, что ненавидит Господь Бог Твой. Второй законе 12.3. И сребите жертвы и сокрушите слабы их, сожжите огнем рощи и разбейте сукан богов их и сребите имя от места того. Мы читаем 3.4.7.22.5. Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь Бог Твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло перед чаями Господа Бога Твоего, приступив в завет Его, и пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им или солнцу, или луне, или всему воинству небесному. Через я не повелел, и тебе разрешено будет, и ты услышишь, Израиль, то, в конце концов, надо побить их камнями. Если кто-то поклоняется солнцу, луне, или к воинству небесному, или поклоняется этому столбу, вы знаете, что Соломона надо было побить камнями. Соломона должны были побить камнями. Почему? Второе, четыре царств, 23, 4, 7, и повелел царь Хилкин при священнику, вторым священникам и стоящим на страже у пророка, вынеси из храма Господня. Это же было храме Божьем. Вещи сделаны для Вала, для старты, для всего воинства небесного. Они это все позволяли. Жел за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прахи Одессив отставил жрецов, которые пославили царей ютейские, чтобы родах иудейских и красных всех Иерусалима, и которые кодили валу солнцу и луне и со звездами и всему воинству небесному и вынес от старцев из дома Господня. Все, что Бог сказал, вы не должны делать, это чем они занимались. За Иерусалима потоку Кедрона нашел его у потока Кедрона и стер его в прах и бросил в прах его кладбище общенародное и разрушил дома длиннища, которые были при храме Господнем. Это продвинутость в то, что мы видим сегодня, где женщины ткали одежды для старта. Кто отвечал за эти ужасные вещи? 4 царств 23 14 И высоты, которые прилили Салимом направо от настоящей горы, которые устраивал Соломон царь Израиля в Астарте в Мерзости Сидонской и Хамосу в Мерзости Моавицкой и Милхом в Мерзости Аменицкой. Это что Соломон построил и изломал статуи и срубил добра вы. Моисей поклонялся этим другим богам, которые приносили своих детей жертву. Соломон конечно его великие проблемы ждут. Не только это. Я думаю Моисей, потому что я читаю Второзаконие это написано Моисеем. Это что Моисей терапит. Только чтобы он не умножал свои коней, не возвращал народа в Гипет для обнажения своих коней. Ибо не возвращали более путем, чтобы не умножился жен, не разочетел себя его. Это все, что Соломон делал. Третье царь 10, 28, 29. Конечно, царя Соломона приводил скинг и не исполнил то, что Бог сказал. Царь купцы покупали их за деньги. Таким же образом, они руками своими доставляли все это царям хатейским. Это были террористы. И так Соломон подавали конь врагу. И второе законе 17, 18, 19. Соломон должен был написать закон сам и каждый день читать. У царей были законы, которые они должны исполнять. Еще был царь иудеев, и поэтому он исполнил эти законы, которые даже царю были даны. Даже Мессия, включенный на Тору. Нет никого превыше Бога. Трезакон 18, 10, 12. Не должно находиться у тебя проводящая сына твоего или дочь через огонь. Это что Соломон сделал? Он должен был побить камнями за то, что он провел своих детей через огонь. А кто знает, что политики над законом? Или это что они говорят? Трезакон у нас еще несколько стихов осталось. Это часть истории о правильных судах. если потом мы говорим не должны находиться у тех, которые поддерживают сына или дочь через огонь. Потом мы читаем Трезакон 19, 16, 21. Если вы спите против кого свидетель несовредливый, ввиняя его, то пусть представят си человека перед Господом, священником и перед судьей, чтобы был тот день. Если свидетель ложный на брата, то сделайте ему то, что он мышлял сделать брату своему. Кто знает, что очень много этих обвинителей в этом мире, то, что обвиняют и потом оказывается неправда? Это почему в истории этой блудницы, когда его привели к Христу и говорят, что надо побить ее камням по закону Моисея. И еще говорит, если кто-то из вас говорит, это неправильный свидетель, то вы тоже должны побить камнями, потому что вы неправду говорите. Трозакон А214. Когда ты выйдешь на войну против врата твоего и выйдешь коней и колесниц, то не бойся и вы с собой Господь. Тогда же приступает к сражению туда, пусть подойдет священник и говорит, Слушай, Израиль, вы сегодня с врагами не с собой ослабеет сердце ваше. Не бойтесь и умышляйтесь. Любой Господь Бог идет с вами. Нам нельзя бояться. Когда мы видим, что происходит в этом мире, и мы думаем, что враг такой великий, мы должны остановиться и понять, что Бог превыше. У нас не должно быть страха. Трозакон А212. Если земля, которую Господь Бог твой найдет, будет убитый, лежащий на поле, неизвестно, кто убил его, то пусть выйдет старейшина. Вы должны позвонить форензик, те, которые будут исследовать. Нет. Здесь написано, что пусть выйдет старейшина и судьи измерят расстояние до родов, которые вокруг убитого. Что многие не понимают, история Иерихон, это добрый самаритин, это связано с этой частью Торы. Вот, он полумертвый, он возле Иерихона, но я не знаю, но Иерихон, это город священников, это был город Левитов. Иерусалим 30 миль от Иерихона. Вот священник, который возвращается назад Иерихон, и вот есть кто сейчас умрет, и никто знает, его убит. И священник, если он умирает, то ему надо возвратиться 30 миль, чтобы очиститься этим красным тельцом, и поэтому он переводит на другой стране. Это почему не только священник, но даже Левит. Он не хочет 30 миль идти опять вверх, чтобы очиститься. Но Иерихон был самый близкий город. И что интересно, это что одежда была разорвана, и никто не знал, кто он был. Он также был священником, но никто не узнал, потому что у него была порвата одежда, и поэтому тот самарин лучше позаботился, чем вверху. создав это, давайте встанем. Давайте помолимся. Будет перерыв, будет представление, и потом я больше проучу вас о песне-песне. наш отец царь, мы так благодарим, что ты дал глаза, которые видят, уши, которые слышат, сердце, которое понимает, в ней, в которой мы живем. Твое слово всегда правдивое, и сильное. Оно нам даже полезно сегодня. Давай, помоги нам видеть твои дела и понимать твои слова. Мы благодарим за тех, которые в Соединенных Штатах и вокруг мира, которые седят твое служение. Мы хотим возносить твою тору и принести ее другим. И мы хотим принести этот добрый плод, когда мы делаем то, что ты говоришь, то, что мы желаем. Мы хотим строить наше царство Твое. И мы благодарим за тех, которые хотят участвовать в твоем царстве, чтобы это делать. Во имя Ишоа, аминь. Благословен Ты, Господь наш Бог, Создатель Царь Вселенной. Ты благословил нас твоей торой истины. Ты благословил нас всем советом твоего живого слова. Через силу Духа Святого, через оконченное дело Мессии Ишуа, Ты один посидел между нами жизнь вечную. Благословен Ты, Господь наш Бог. Аминь. Иди на перерыв. У нас есть еда снизу. Аминь. Патер, ты так свят, свят, ты любишь нас. И мы хотим молиться о святой паттвы, которые имеют раны, болезни, может, эмоциональные травмы, психологические, физические. Мы просим, чтобы ты усилил их. Усили твоих овц. мы также молим о тех, которые имеют финансовые нужды, те, которые нуждаются в еде, в месте, где жить, в доме, в работе. Мы молимся о тех, которые мы любим, те, которые мы знаем, те, которые нуждаются в финансовых нужде. верующих. используя нас, чтобы отвечать на эти нужды. Мы также молим о нашей народе и те, которые вокруг мира, могут молиться о своих лидерах, народы, которые овцы, а не козы. Пусть пробуждение произойдет у верующих. мы также молим об Израиле. Это время, когда у них война происходит, чтобы твои англы охраняли их, окружали их, хотя есть это разделение политическое. Дай людям мудрость. Пусть они все покаятся и возвратятся к твоей торе. И приноси настоящий мир. Во имя еще. Аминь. Вы можете присесть. Также люди которые мы знаем Южной Король это Уайт. Они сейчас нас смотрят. Вы готовы? Вы присягнулись? Присягнулись? Итак, мы песни это Восенка песни в песне это уже акт Таврой. Это 2-я глава 8-я 3-я глава 5-й стих. И пастух, как мы закончили на прошлой неделе, и она спит. И что важно, неправильный перевод на английском, если он существует на других языках, те, которые знают русский или украинский, как переводят этот стих на испанский или корейском, как этот стих написан в вашей Библии. Но песни «Вас шире лимские сирными или полевыми гладями, не будите и не тревожьте возлюбленной таколи ей угодно». Она король Иякова переводит это «он угодно». Это не «он» спит, это «она» спит. Мне интересно, как по-русски или по-испанской. Да, по-русски «ей», не «он». Да, это «она» спит, не «он». И она показывает эту церковь или невесту Христа, которая спит. Песня «Бесни 2, 8, 9 стих «Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой, похож на стену» или молодого оленя. Вот, он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелкает сквозь решетку. Первое, она слышит, как он говорит, как он идет сдалека, потом приближается и ближе, и потом она говорит, «Вау!» Он стоит у нас за стеною и мелкает сквозь решетку. она его описывает как лань или это кассирно. И вот он смотрит через решетку. И он говорит, «Где ты?» смотрит, он ищет ее. И написано, «За стеною». А вы знаете, какое еврейское слово «За стеною»? Кто слышал это? Это стена, которая слемена. Это котел. Это доказательство, что она спала. «Возлюбленный мой начал говорить мне, стань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Кто спал? Она. И он говорит ей, «Стать». И вот смотрите, что он говорит ей. Или она говорит, «Вот зима, уже прошла, дождь миновал, перестал. Вот уже зима прошла, уже дождь прошел». Что вы понимаете, когда вы это читаете? Она не спала одну ночь, она спала всю зиму, уже зима прошла, уже дождь прошел. Вот это дождь в Израиле. Это пустыня. И Иерусалим на другой уровне, как Аризона. И летом очень жарко. А Сокот начинает дождь, и они просят этот зимний дождь. Это когда зимние дожди начинаются. Она всю зиму проспала, не только одну ночь. Она пропустила все благословения. Когда мы слышим дождь, мы слышим благословения. Цветы показались на земле. Время пения настало, и голос корлицы слышен в стране нашей. Какое время года это? И что означает? Это Пасха. Это время об этом определенном времени. Она уже пропустила этот дождь. Она сейчас пропустит Пасху скоро из Экиля 34 26 Дарую им в крест все холма моего благословения. И дождь будет не посылать свое время. Это будут дожди благословения. И когда мы читаем о дожде, который пропустила, это дождь благословения. портюгизм тоже. У кого-то есть русский перевод или испанский или корейский. Очень много переводов. Это не он, она или ей. Читаем Иеремия 8 7 и Айс поднимет знать свое определенное времена. Айс знает, когда им надо улетать. Киты знают, когда им надо улетать. Бабочки, птички, они все знают это определенное время. Вот это Айс знает и она знает, это время, чтобы это ребенка. Но народ может не знать определение Господня. Все евреи должны были прийти к Иерусалим три раза в году, но они не всегда приходили. И это что пастух дальше говорит. Смоковница распустила свои почки, очень рано в сезоне виногродные лозы расцветают и изоют благовония. И в тот раз он говорит ей, стань, мисс любви на моя, прекрасно моя, выйди. Это как невеста церковь, которая не хочет идти в мир, она просто хочет оставаться в этом месте и быть благословенной. Она говорит, я не хочу ничего делать для тебя, но я хочу, чтобы ты просто меня благословлял. и он говорит, вставай, мне ладь твоя помощь, жатва. Притя 10.5 собирающий во время лета, сын разумный, спящий во время жатвы, сын беспутный. И невеста последних пару тысяч лет спал во время этой жатвы. Песня 2.14 Я фотографирую картинка, как голубица прячется в ущелье, голубица моя в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, садок и лице твое приятно. Давайте объясню, что здесь происходит. Она спала, она спала в спячку, она просынается, она слышит, что он идет, что он так близко, что он может видеть через окно, и он старается ее найти. И что она делает? Она прячется в... не только она хочет работать, она прячется. Вот он смотрит и говорит, где ты, а она под ступеньками прячется, надеется, что он ее не увидит. Он говорит, я хочу услышать твой голос, я хочу увидеть твое лицо, но она прячется. Это от этих стихах. Бытие 3, 8-9, это после греха падения, и слушал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлада дня, и скрылся Адам и жена его. Как она сейчас делает? Она прячется от его голоса. И Господь сказал, вызвал Господь Кадам и сказал, где ты? И Ремия 23, 20, 24. Не в Господа не отвратится, доколе не совершить, доколе не выполнить намерение изъяса своего. Последующие дни, вы ясно разумеете это, в какое время мы сейчас живем. Помните, мы говорили о лже-пророках первой части, мы читаем, в последние дни, ясно разумеете, я не послала пророков всех, они сами побежали, я не врел, пророчествовали, если они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слово мое, и отводили бы их от слова пути, я захотел их. Разве Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог дали может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь, не наполняю ли я небо и землю, когда люди приходят, говорят, не пророчествовали его имя, он вы вы не пророчествовали что я говорил то, что было в вашем сердце. Мы знаем, что Израиль это виноградная лоза. Псалтыр 88,8,9 из Египта винограде сей, и грани то, что наследила десница твоя и отрази, которые ты укрепил себе. И вот, что пастух теперь говорит «Соломедия, которые прячутся, ловите нам лисиц и сенят, которые портят виноградники нашей цвете». Вот эта лисица, она в винограднике, и вот этот пастух говорит «Мне этот виноградник, за который мне надо заботиться, мне надо твоя помощь. Нам надо избавиться лисиц, который портит этот виноград». Это перейдем на библейский язык. Это почему мы позовем чтобы Библия себя объясняла. Они повторяли проповедники, которые аллегории говорят или свое значение. Пусть Библия нам объясняет, что это означает. Мы знаем, что лоза это Израиль. А что означает, что нам надо славить лисиц? Что это означает? Читаю, что в Библии написано. Из песни, когда Мессия говорит невесте, нам надо избавиться от лисиц, которые портят виноградник, он говорит, нам надо избавиться от лжепророков, которые исцепляют Израиль. Вы видите этот параллель? Это так просто. Вместо того, чтобы с чем-то это связать. Просто смотрите, что там написано. Иеремия 23, 25, 28. Я слышал, что говорят пророки, «Моим именем пророчествует ложь». Это почему в Евангелии, когда говорят, «Не пророчествовали мы твое имя?» Он говорит, «Я вас не знаю». Потому что они пророчествуют ложь в его имя. Они говорят, «Мне снилось, мне снилось, только ли это будет сеться пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман в своем сердце? Думают ли не довести народ до забвения имя моего посредством сном своих, которыми они предсказывают друг друга, как отцы их забыли имя мое из-за овала?» Много лжепророков говорят, что они слышат от Бога. Они стараются устроить свое имя, чтобы люди следовали за ними, а не за Богом. Это какая у меня проблема с пророчествами. после того, как он дает этот длинный разговор, и он говорит, «Уже дождь прошел, посреди за мной». Как она отвечает? Она отвечает, «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». что удивительно, она говорит, что возлюбленный мой, принадлежит мне, а я ему. Она позже меняет, «Я его возлюбленный, и он мой». И опять оно меняется, но сейчас она только о себе думает, «Ты принадлежишь мне, а потом я тебе». Он пасет между лилями, «Доколи день дышит прохладой, убегает тени, возвратитесь, будь подобен серни или молодому оленю на расселенный ход». Петер — это разлука, как эта гора, которая разделяет одну часть вошеду на другой. Она говорит, это гора ветер или это гора разлуки. Что она говорит, это «Ты можешь делать, что ты хочешь». А я чувствовался здесь, этих четырестеных теплосовения. Она его не знает. Она говорит, что она его любит. Но если вы помните, в первой главе седьмой стихи, она сказала, «Тот, который любит моя душа». Где пасешь ты? Где дыхаешь полдень? Вот она говорит, что она его любит, но она не знает, где он работает. Что он делает? Но теперь она вдруг знает. Это почему она вредит. Он пасет между лилиями. «О, я узнала». Очень часто верующие, когда только узнают о Боге или христии, они думают, что они все знают, что у них уже есть отношения, и они попадут в небо. Они не хотят его познать глубже. Что еще удивительно, она говорит, «Я хочу спать, оставь меня, ты иди на прогулку». И она говорит, «А, горит петер, вот Иерусалим, вот это горы Бетер, это горы это разделяет восточный Иерусалим от западной Иерусалима. Это то же самое линия, которую мы встречаем в 1949, когда армия разделили линию, когда разделяли палец израиль. Вот она говорит, что он пошел на другую сторону на прогулку. Она говорит, «Где пасешь ты, где отдыхаешь в поле это первая часть?» А теперь она говорит, «Я уже знаю, где он пасет, и потому если ты мне нужен, я тебе напишу». Она говорит, «О, пастух, я нужна себе». Она говорит, «Иди на прогулку, или иди куда-то, прогуляйся». песни 3.1 «На ложе в моем ночи искал я того, который любил душа моя». Она говорит, что она его любит, но если вы помните, когда она говорила, «Наша кровать», а теперь она говорит, «Моя кровать», не «Наша кровать», а «Моя кровать», или «Моя ложь». Вот она лежит ночью, и троит, и думает, что он там, и потом она прыгает с посели, и начинает его искать, «Где он?» Но он исчез. На ложе в моем ночи искал я. Мы его ищем только, когда мы идем спать. Мы его не ищем днем. Мы только делаем перед тем, как мы усынаем. И искал, которого любила душа моя, и не нашла его. Встану же я, пойду по гору, по лесам и площади. Этот путь широкий, который приводит к проблемам. Она могла провести всю ночь работать с ним, вместо того, чтобы искать его. И буду искать того, который любил душу мою, искал его, и нашла его. она только думает. Она эгоистка, она только о себе думает. Осия 5, 5, 6. Осия – это первая книга, которая совпадает очень песни-песни. «И гордость Израиля унижена глазами. Израиль Ефрем пойдет от нечестия своего, пойдет Иуда с ним. Овцами своими и волами своими пойдут искать Господа и найдут его. Он удалится от них. Это что верующие должны понять? Бог не приводит, когда вы призываете. Если вы не приводите, когда Он вас зовет, Он зовет вас, и вы говорите позже, позже, как она говорила, но потом, когда она звала, то Он тоже не отвечал. Верующие всегда думают, что Он придет, когда мы будем ... Но мы не хотим отвечать на Его призыв. Исай 55-6 Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его к нам близко. Это почему у нас есть библейский календарь до 2026 года. Верующий говорит, да, мы должны понимать времена сезона, но не знать какое время, не сезон, но мы должны знать. Библейский календарь, который мы имеем, говорит нам времена сезона, мы сейчас в сезоне покаяния. Иремя 29, 12, 14, и вы зовете ко мне, и пойдете, помолитесь мне, и я услышу вас. Защите меня, и найдете если вы защите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена и соберу вас из всех народа и всех мест, куда я знал вас, говорит, и возвращу вас в то место, откуда я переселил вас. Это что произошло в последние 2000 лет. Оно исполняется даже в последние 100 лет. Второе полипоминон 15, 2, 4. Господь с вами, с вами, когда вы сидите, если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога. Это пророчество, это что мы сейчас видим, и без вещей учащего, и без закона. Но когда они обратятся в Санте Саи к Господу, Богу Израилу, защитив его, он даст им найти себя. Вот сломин тут дальше говорит, «Святили меня сражи обойдя щих города». Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Ну, что удивительно, когда она говорит о том, кто любит его душу, никто вокруг нее, кроме она сама, но теперь она публически призывает свою любовь, и потом он приходит. «Но едва отошла от них, как нашла того, который любит душа моя, ухватила за него и не отпустила его, доколе не привела его до матери моей». Когда она поближе призывает свою любовь к посоху, она его находит. Что находит? После того, как она ищет его всю ночь, она опять засыпает. Песня 3.5 это посох говорит, «Законай вас, черри Иерусалимский, с тенами или полевыми ланями, не будете и не тревожьте возлюблены, доколе ей угодно». Это приводит 3.5 Акт, это 3.6 5.6 5.2 Она опять его ищет и опять засыпает. Здесь черри Иерусалимский говорят, песня 3.6 «Кто это восходящий от пустыни как бы столбы дома, окружаемые мирами и эфемиями, всякими прыжками мира, и вот это черри Иерусалимский и они смотрят, кто отойдет как столб Дилма? Говорят, это Соломон в его постели, что Соломон в своей постели делает ночью. Конечно, он ищет женщин. Он не очень благочестивый человек. Он не пасет овец, он питается овцами. Мы читаем столб дыма, это отличается от столба облака, которое было у Израиля. Итак, Соломон в гневе, потому что она ушла от него, и она ищет пастуха. Иоилл 2.30. «И покажу заменим на небе и на земле кровь и гонь и столбы дыма». Это тоже самая фраза, к которой мы находим песни-песни. Это показывает гнев. Псал 3.74.1 «Для чего Божия отрынул нас навсегда? Возгорелся огня Твой на овец пажки Твоей». Когда мы читаем песни-песни об этой столб дыма, это не столб облачной, который был в исходе, как исход 13.22. Не отлучался столб облачной днем. «Черри Иерусалима» и «Ес Иерусалим». Кто должен быть наша радость? Иерусалим, а не «Черри Иерусалима». Вот что «Черри Иерусалима» говорит. 5.57.3.7.8 «Одар его». Соломон должен прославлять Бога. Когда мы видим Соломона, должны видеть Бога. Они видят храм, они видят царство, они ничего не видят, кроме его одар. 60 сильных вокруг него и сильных израильевых. Все они держат по мечу опытный бой и укажут меч при бедре его ради страха ночного. Страха ночного. Подумайте об этом. все эти солдаты знают, ночью есть медведи и львы Израиля и враги и проблема это, что Соломон это человек ночи, он не человек дня. 1 философ 5,5 «Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы». Соломон он человек ночи. Он его может читать хищника. Он подвергает своих людей опасность и страх, чтобы исполнить свои желания. Что мы встречаем? 1 Яна 4,18 Любви нет страха, но совершенная любовь и занять страх, потому что страх и есть мучения, боящиеся несовершен любви. Соломон был не царь любви, он был поглощен страхом, потому что он человек темноты. И вот что чири Иерусалима говорят об этом. 9 10 стих Насильный отразил себя царь Соломон из деревьев Ливанских Собцы его сделала из серебра Локотники его золота Сделаешь его из пурпурой ткани Нутрина его убрана с любовью к черями Иерусалимскими Он любит черри Иерусалимские Итак Кто знает что есть много людей в этом мире которые очень богаты и не наслаждаются пока все имеют финансовые нужды те которые думают что они лучше других у них есть деньги Это что Амон говорит вы которые день бедствия считается далеким и приезжаете торжество насилия вы которые лежите на ложах и слоновой кости и нежите на постелях ваших идите лучше в новой статой и тельцов стучного пастбища поете подзвуки гуслей думая что владеете музыкальными рудами как Давид пьете сейчас вино мажетесь лучше мастями и не болезнуйте обествия Иосифа Вот народы сегодня которые не имеют печали о том что происходит в Израиле что произошло 7 октября святые истребнения у них нет скорби им все равно они всегда заняты и строят свои башни это почему Изекилия 34 10 12 вот что Господь говорит так говорит Господь Бог вот я напострей и взошу овец моих от руки и не дам им более пасти овец очень пастухов думают что эти овцы их они божьи это что происходит люди начинают общины и церкви и некоторые люди проходят с этого места другое место мне все равно дверь открыта на две стороны вы можете прийти или угодить вы не мои овцы вы божьи овцы идите куда вы хотите вы не принадлежите мне и не будет более посрепости самих себя и сторону овец моих и шелестей их не буду не пищу им ибо так говорит господь бог вот я вот они кушают овцы вот я сам это еще овец моих я смотрю их это доказывает что божество еши он пришел и спотел за своими овцами и что происходит во время элол он видит своих овц вот я сам отучу овец моих я смотрю как пастух поверяет сад в тот день когда находится след из рада своего расследования так я присмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест которых они были расъеды в день облачный и мрачный мы видим что невеста союз зрелой и вот что она говорит череп Иерусалима и она говорит вот Соломон сколько любви для нас она говорит пойдите и посвятите череп сионские на царя Соломона в венце которым увенчала его мать его в день про косичание его он женился на одном человеке на тысяче жен день радости для сердца его она в речере Иерусалима вы можете иметь Иерусалима не пастух достаточен теперь она уже зрелая и вот пастух это нравится и это он описывает и вот как он описывает его о ты прекрасна возникла моя ты прекрасна глаза твои голубиные под кудрами твоими волосы твои как стадо коз с ходячей гладкой зубы твои как стадо выстричных овец выгодящий искупальник у каждой пары ягнан и баспортный нет между ними лента алая губа твоя уста твои любезные как половинки гранатов яблок нитые твои под кудрами твоими шетвая как столб давидов сооруженных для ручек тысячи щитов на нем все щиты сены два соса твои как двойные молодой сены пасущих между линиями и очень видит какая она красивая вот она вот ее есть вот так она выглядит какая красавица это почему вы знаете что сломон желать ее на следующей неделе мы больше знаем давайте встанем итак наш отец царь мы так благодарим за то что мы учимся твоего слова мы хотим иметь мудрость соломона но мы также хотим повиноваться дай нам послушание отец слушай нам и помоги нам понять какое время мы живем это похоже на время соломона мы хотим прибегать к тебе мы хотим следовать за тобой не как черри иерусалима которые гонялись за соломоном мы хотим быть невестой которая ищет мессию мы так благодарим и мы так благодарны что ты не только хочешь нас благословить но ты также хочешь поставить свое имя на нас как ты сказал арону говорит да благословите господь и сохраните тебя да призывайте на тебя господь сетом лицем своим и помилуй тебя да обратите господь лице свое на тебя и дай себе мир в это прекрасное имя аминь увидимся в следующей неделе аминь аминь